Госдепартамент США по итогам проведенного расследования не смог найти подаренную бывшему госсекретарю Майку Помпео бутылку японского виски стоимостью почти в 6 тысяч долларов. Кроме того, в отчете отмечается, что представители новой администрации обнаружили хранилище с подарками в состоянии беспорядка, когда вошли в него в январе. Выяснилось, что доступ к водовой подарков сияющего. Города на холме имели десятки людей, причем никакой отчетности, конечно, не велось. Заходи, бери что хочешь. Америка щедрая душа. Хотя, конечно, очевидно, что возводить напраслину на честнейших сотрудников администрации США мы не будем. Здесь явно видны следы Баширова и Петрова, потому что ежу, понятно, только в России воруют все, что плохо лежит, тогда как в Вашингтоне на счету каждая копеечка, чтобы простые Джон и Мэри из года в год жили только все лучше и лучше. Правда, здесь, как обычно, подлянку простому американскому народу сделал, конечно же, Путин. И вот после того, как Джо Байден заявил, цитируем, стоимость топлива высока из-за отказа России или стран ОПЕК перекачивать больше нефти, куда делась та самая пресловутая сланцевая революция, которая уже раза на три похоронила хоть Газпром, хоть Роснефть, Белый дом Байдена пишут солидные демократические СМИ пойдет в рукопашную для того, чтобы заставить Путина и Бен Салмана опустить цены на нефть. А Москва и Айриад страшно рискуют из-за своего неразумного поведения. Именно такой вывод пытается внушить агентство Бумберг своим читателям. Хотя, ладно, не будем долго держать наших зрителей в невидении. Получилось все, как и должно было получиться. Предсказуемо последнюю сверхдержаву послали, и она пошла. Организация стран экспортеров нефти, Россия и другие страны-производители черного золота отказались подчиняться требованиям американского президента Джо Байдена ускорить наращивание добычи нефти и намерены сохранить курс, обеспечивающий стабильность и сбалансированность на нефтяном рынке. Об этом пишет газета The New York Times. И странно, да? Никаких воплей про санкции, никаких разговоров, что нас снова всех порвут в клочья. Ничего не происходит. Причем, что характерно, куда-то пропали авторитетные эксперты Великого Запада, которые нам через губу объясняли совсем недавно, в 2020-м, что нефть уже никому не нужна, а России точно конец. Кстати, они же теперь не рассказывают, как дайте срок, и штаты покарают бессовестную Россию, которая не хочет ради интересов. Последние сверхдержавы плевать на свои интересы. Кажется, в лесу, как говорится, сдохло. В этот раз что-то очень, очень большое. Но есть и хорошие новости. Все тот же бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не причастен к пропаже бутылки виски за 5800 долларов, подаренные ему властями Японии в 2009 году. Он также сказал, что не получал никакого подарка и не знал о нем. А значит точно, виноваты русские гадалки, не ходи. Впрочем, подождите. В США есть еще столько интересных мест, где надо бы провести ревизию от Пентагона до Форт-Нокса. Так что мы еще гарантированно услышим про этот русский след. И это гарантированно не конец истории.